Пушкин играл очень азартно. Наполеон почти всегда проигрывал. Ленин был исключительно сильным соперником. А за трехнедельным сражением Сергея Карякина и Магнуса Карлсона в 2016 году следил без преуменьшения весь мир. Шахматы – один из самых древних и благородных видов спорта. Чему учит эта игра? Не поздно ли впервые сесть за доску уже в зрелом возрасте? Почему для шахматиста так важна физическая подготовка? Об этом и многом другом нам рассказал преподаватель объединения шахматы Дворца детского творчества Владимир Иванов. Владимир Александрович, любой человек, выбирая куда отдать своего ребенка, задается вопросом, а зачем это нужно? Чему он там научится и пригодятся ли ему эти знания в жизни? Вот вы, как человек, который много лет преподает шахматы, наверняка тоже задавались этим вопросом и нашли на него ответ. Как вы считаете, зачем сейчас, в 2019 году учиться шахматам? Ну, это и простой, и одновременно сложный вопрос. По той причине, что, ну, допустим, 50-е и 60-е годы – это были те годы, когда в шахматы играли все и везде. То есть, играли в семьях, играли на улицах, играли во дворах. Народный вид спорта. Да, это массовый был вид спорта. Самое интересное то, что, как бы, это говорило о определенном каком-то, ну, высоком нравственном начале. То есть, не было компьютеров, но зато были шахматы. Вы знаете, на улицах, на остановках автобусов обсуждали, а как этот сделал Ботвинник, смыслов. У смыслов нет, он здесь ошибся. А вот Ботвинник, Ботвинник сделал совершенно правильный вывод. Вот это обсуждалось, причем обсуждалось очень активно, очень, как бы, восторженно, гордясь даже там. Понимаете, вот такого, мне кажется, не было понятия. Вот я болею за Ботвинника, а ты болеешь за Смыслова. Потому что настолько это было высоко, красиво. Понимаете, это было фактически, как бы, соревнование это спортивного плана, да? Но сказать о том, что шахматы – это только спорт, это значит, сказать, не полностью, не дать не полностью характеристику этому замечательному виду. Шахматы – это наука. Приходят ко мне детки, да, я им говорю, ну что, ребятки, начнем, что ли, поиграем, поиграем. И я им объясняю, что вот на этой маленькой доске всего восемь клеточек и восемь клеточек по вертикали, по горизонтали. Здесь будет все. Здесь будет война, здесь будет защита, здесь будет нападение, здесь будут продуманные ходы и план своих действий в определенной логической последовательности. Казалось бы, пешечка – это бесстрашный солдат, ребятки, это бесстрашный, бесстрашный солдат. А почему он бесстрашный? А вы знаете, все фигуры, боевые кони, слоны, королева, ферзь, допустим, они, ладьи мощные, они могут и отступить. А вот эта маленькая пешечка, вот она не отступает, она не имеет права ходить по правилам назад. То есть, она только ходит вперед и поражает противника только вперед по диагонали. То есть, а конь или слон, конь – это какая фигура? Где этой фигурой удобно играть? Там, где много фигур? Или когда уже в метершпиле или в эндшпиле фигур меньше на доске? Где этот коник может передвигаться? Или слон? Конь или слон? Да, вы правы. Я говорю ребятам, которые говорят, да, конь – это в начале игры, потому что много фигур, но между ними буква «Г» может прыгать, скакать. Правильно, ребятки. Если это так, то вот этот слон, который уже мало фигур, он может из одного угла в другой, за сколько ходов пройти? За один. А сколько конь? Четыре. То есть, вот так потихоньку, понимаете, начинается понимание детей, что это когда-то, я когда начинал работать с детьми по шахматам, вы понимаете, издается очень много литературы. И причем литература, как вам сказать, такая, ну, как бы детская, доступная для детей. То есть, что это такое? Это жил-был король, жила-была королева, и у них была армия, и вот они руководили армией, чтобы победить противника, который в другом, другого цвета. Вы знаете, я как-то отказался, отказался от вот этого, не то что детского представления, все-таки для маленьких детей игра остается игрой, то есть, игра не в прямом смысле, мы тоже и в хоккей, тоже и в футбол играем. Я в смысле том, что для детей надо превращать, в принципе, как бы занятие в игровой какой-то форме, чтобы он понимал, где он может выиграть, где может проиграть. Ну, чтобы он не относился к этому просто как к набору деревяшек. Совершенно верно, и поэтому, конечно, вот такое отношение к игре у детей, оно их мобилизует, оно их собирает и помогает им, как вам сказать, вот приходят ко мне родители, Владимир Александрович, вот мы хотели бы поиграть в шахматы, это очень хорошо, а вот почему вы пришли, а мама или бабушка говорит, а он у меня, Сереженька, очень хорошо играет, он очень любит шахматы. Хорошо, а все-таки, Сережа, вот какой фигурой тебе интересно играть, и ты выбираешь уже по силе, ладья – это одна фигура с возможностями, конь, царая, ферзь и так далее, есть главный король, есть ферзь, очень сильная, не главная, но очень сильная фигура. Какой? А он играет всеми. Вы заметили? Я задаю вопрос ребенку, отвечают родители. И мне про себя, я про себя думаю, вы знаете, наверное, что-то здесь не хватает. То есть, не хватает, видимо, формы выражения себя в простой жизни. Не привык за себя говорить ребенку. Да, и в шахматы, я понял, он пришел туда, он пришел там, где он с помощью шахмат, не все дети могут хорошо говорить, но он с помощью шахмат может выразить себя. То, что он не может сказать, он решит мышлением своим, действиями своими, определяя правильность или неправильность своих действий. Я иногда задаю вопрос, вот, ну, все-таки, все-таки хорошо, что вы пришли, вы готовы к этому, к этой работе? Меня спрашивают взрослые, какой работе? Я говорю, ну, вот работа, за шахматной доской люди работают. Пускай одни играют, работают, это уровень, допустим, мастеров, гроссмейстеров, другой уровень – это любителей. Они тратят сил, устают. Да, но это все равно. Я спрашиваю, вы делаете зарядку дома? Владимир Александрович, непонятно, а для чего? Ну, как для чего? Если вы играете три часа, четыре часа подряд, да, вот, вы не думайте, что вот эти маленькие легенькие фигурки, их легко передвигать, это не штанга, которую вы поднимаете, а это фигуры, которые вы перемещаете, да, и может показаться, зачем мне тогда эти физические упражнения. Физические упражнения нужны для того, чтобы вы психологически, вы физически были готовы выдержать вот это напряжение. Я могу прямо откровенно сказать, что есть такие, как бы, ну, это мое мнение, извините, я могу ошибаться. Но мое мнение это следующее, что легкая атлетика, допустим, гимнастика и шахматы – это три вида, три вида, понимаете, которые необходимы. То есть после занятия в детстве легкой атлетикой вы можете потом заняться любым видом спорта, вы можете быть футболистом, волейболистом, баскетболистом, теннисистом, кем хотите. После гимнастики вы будете просто гибким, развитым человеком. Легкая атлетика дает красивое создание, красивые фигуры, красивого тела, мышцы, то есть и напряжение, терпение, терпение для физических нагрузок. А вот шахматы – это дает то, что любой, мне кажется, любой чемпион, будь то высокого ранга, олимпийский, или какой-то городской чемпион, он не может без расчета, он не может без мысли о том, а как это сделать, а может быть вот так, а может быть посчитать, ага, здесь я пошел, меня берут, я беру, он берет, и о, я проигрываю. То есть счет, счет, понимаете, иногда не просто надо хорошо считать, допустим, по формулам математических серьезных занятий, а просто счет нужно посчитать. Первое, что я должен сделать – раз, второе должен, вот это два, три, четыре, то есть счет, казалось бы, на разы, но это идет счет, он привязывается к вниманию, которое дает возможность анализировать все, что ты делаешь, как, в какой последовательности, зачем. Есть еще третья составляющая для развития в шахматах – это творчество, это искусство, понимаете? Потому что, когда художник стоит, допустим, у Мольберта, и он смотрит на свою картину и думает, ага, здесь вот мне не хватает светлых тонов, мне здесь не хватает этой яркости, этой выразительности, четкости, то вот в шахматах здесь мне не хватает сил, здесь мне нужно применить тактику такую, мне нужно вспомнить об этих развития дебюта вот по таким схемам, по таким схемам. И тогда человек погружает себя в поиск нужного, правильного решения, а это, извините меня, это творчество, это уже творчество, это уже идет элементы искусства, которые происходят с актером, с художником, с певцом, с солистом балета и так далее. Везде он без включения уважаемой головушки ничего не может быть. И при этом надо включить оба полушария, и то, которое отвечает за логику, и то, которое отвечает за творчество. Совершенно верно. Я уж об этих деталях не говорил. Владимир Александрович, шахматы требуют выдержки, интеллекта. Вот я помню школьные уроки по математике, которые, в принципе, требуют того же самого. Одно и то же уравнение. Сижу я, сидит мой сосед. Я сижу, у меня в голове не появляется ничего. Сосед три секунды смотрит, прикидывает, начинает что-то писать. Вот это мы вообще можно научить. Игре в шахматы, логике, выстраиванию цепочек. Как вообще это мы учат? Или это из разряда дано или не дано? Я считаю так, что плохих или неумных людей, детей нет. Есть просто среда, которая была способна сформировать это развитие, или эта среда не была способна этому развитию положить начало и превратить это развитие в какой-то результат. Понимаете? Поэтому если человек погружается в шахматы, он уже подписывается, как иногда говорят. Я согласен, мы подписываем какой-то документ. Так и здесь. Как только человек погрузился в шахматы, то есть он подписывается, что это, дескать, это я. Это мое выражение. Это мое мышление. Это мои способности. Это моя форма выразить свои мысли. Понимаете? То есть этому, конечно, мы учимся. Но в основном создает среда. Я так считаю. Не случайно вот эти соревнования, которые у нас стали традицией. Папа, мама, я, шахматная семья. Когда играют в доме все. Дедушка, бабушка, дядя, тетя. Может быть, не все подряд, но кто-то из них хотя бы играет. То есть папа играет. Мама не играет, но у нее других забот хватает. Но вот если есть такая среда, в которой обитает человек, если папа любит лыжи, то становится на лыжи и сын, и доченька. Если мама любит, допустим, иногда просто в шашки поиграть с дочерью, с сыном, то есть это тоже среда, понимаете? Потому что если, ну, это уже будет откровенно, если споры идут постоянные какие-то, бестолковые, допустим, в доме, то, наверное, и ребенок учится спорить по делу и без дела. А в каком возрасте лучше всего отдавать ребят? Понятно, что вы, допустим, принимаете с шести лет, но, возможно, ребенок еще просто не готов. Ни физически, ни морально, ни умственно. Вот опять мы возвращаемся как бы к такому вопросу по поводу умственно, физически. Вы знаете, мне кажется, что раскрываются способности, в зависимости от того, если мы, взрослые люди, как, может быть, это было еще и у Сократа, да, который разговаривал вопросами, когда его судили, говорит, а что же вы меня судите, если я задавал только вопросы, за что же вы меня судите? Так вот, если вопросительная форма общения имеет место, допустим, в речи, в поведении ребенка, значит, это хорошо. А если она просто такая, как бы, потребительская, ну, вот, да, он воспринимает, да, это интересно, это вот, ну, хорошо, там, взят был ферзь. Это же ферзя взяли, это уже, это очень плохо, как это произошло, почему так могло произойти, когда такая фигура была отдана просто так, когда не было продумано, а это поле, чье, почему здесь ты пошел сюда, почему произошла такая ошибка, почему ты не увидел, вот смотришь только перед собой, а не увидел на всей доске, то есть, сказать, еще, что это атакует, это какая фигура атакует это поле. Шахматы учат широкому взгляду на вещи. Конечно, то есть, это, вы понимаете, я не знаю, может быть, слух отсутствует, потому что можно глухому человеку, допустим, играть в шахматы, вот, незрячему сложно, и то, даже развиваются порой такое, такие способности, что можно играть вслепую. Что это такое? Это система, которая далеко не убежала от скорочтения. Может быть, если вы сталкивались с этим делом, в двух словах я коснусь, что скорость тени – это необычная система, как бы, тренировки зрения, которая, как бы, фотографирует. То есть, вы смотрите на таблицу, включаете память, и у вас сфотографированный лист, то есть, по диагонали, а не то, что вы вот каждую строчку читаете, продумываете, а что это значит, и так далее. Вы сфотографировали, в памяти у вас этот лист, вы можете всегда вернуться и проанализировать, что вы прочитали, какую информацию получили. Но так же и в шахматах. То есть, вы анализируете и включаете систему восприятия всей доски. То есть, некоторые дети действительно, вот у них это развивается, это им потом очень помогает. Очень помогает, потому что почему-то не всегда мы, уважаемые педагоги, мы, уважаемые педагоги, не кто-то, а мы, мы иногда не концентрируем внимание на тех моментах, которые очень необходимы. И ученик, естественно, без этой направленности внимания, он может что-то упустить. Поэтому нужно иметь в виду, где нужно сосредоточить ребёнка, ученика, шахматиста, для того, чтобы он увидел всё. То есть, вот можно смотреть на кружку, да. Вот, я смотрю на кружку, но я вижу окружающую среду, студию. И так же и в шахматах. Я смотрю сюда, но я вижу всё поле. Некоторые дети не привыкли к этому, но шахматы их к этому приучают. Не всё сразу. А не поздно, например, в 30 лет этим начать заниматься? Ну... Понятно, что таких результатов ты не получишь. Наверное, когда задают вопрос, а не поздно ли заниматься в зрелом возрасте здоровьем? Я думаю, что шахматами заниматься не поздно никогда. В любом возрасте. Ко мне приходит иногда на занятия, вот, ну, брат. Приходит брат, маленький, допустим, мальчишечка занимается, а за ним пришёл брат, чтобы забрать его из секции нашей, из клуба. Ну, и ещё урок не кончился, у нас занятие не кончилось, он сидит, я говорю, что ты скучаешь? Давай, садись. Вот, я сажаю его напротив брата. Серёж, это его братишка, младший. Серёж, давай твоему Виктору, это Виктор брат твой, да? Да. Давай, расскажи ему, вот, как ходят фигуры там, всё. Ты маленький тренер. Вы знаете, и вот начинается чудо. Взрослый мальчишка, у которого свои, конечно, интересы, и, может быть, у него и времени не хватает, но ему поручили привезти братика из клуба шахматного. И вот малыш объясняет своему старшему брату так. Я это ещё ощущаю тогда, когда проходит соревнование «Шахматная семья». Папа, мама, я шахматная семья. Когда команда состоит из взрослого и ребёнка. Дети играют с детьми, а взрослые играют со взрослыми. И вот получается так, что это нужно видеть, когда маленький малыш, перед ним стоит дедушка. «Дедушка, ну сколько раз я тебе говорил, что так ходить нельзя. Ну что же ты всё время нарушаешь мои правила? Я тебе уже сколько раз об этом говорю, так нельзя ходить, а ты всё ходишь». Это малыш говорит старшему. Это прекрасно. Это прекрасно. То есть формирование, понимаете, реального, взрослого взгляда на анализ ситуации – это наша жизнь. Это наша жизнь. Я начал разговор сегодняшний в нашей студии о том, что всё это, что происходит за шахматной доской – это жизнь. Со всеми драмами, трагедиями, комедиями – всё здесь бы имеет место. Владимир Александрович, последний вопрос. В шахматах есть очень драматичный момент – это поражение. Как вы работаете с ребятами, чтобы объяснить им, дать понять, что поражение – это не конец, а стимул к дальнейшему развитию? Я понимаю. Начинается, видите ли, ребята, начинается игра с пожатия руки. А что мы делаем, когда мы пожимаем руку? Мы здороваемся, Владимир Александрович. Да, это здорово. Здороваемся. Мы приветствуем. Мы с самого начала в системе отношений чувство благодарности, понимаете, оно должно быть всегда. Не потому, что ты сходил в церковь, допустим, там обряд совершил, потом ушёл и ждёшь. Ну, я же там был в церкви, что-то мне, Боженька, поможет. Благодарность должна быть тогда, когда ты туда входишь. Благодарность нужна к тому, что он сел с тобой играть. Благодарность – то, что он сейчас, ты знаешь себя, что ты будешь сейчас таким занудой, понимаете, он будет терпеть твоё занудство. Это благодарность. Заканчивается игра. Закончилась игра. Ребята, надо пожать друг другу руки. А я не буду пожимать ему руку, он и выиграл. А почему ты не будешь пожимать руку? А потому, что он выиграл. Почему он так играл? Так он так играл, чтобы дать тебе понять твои ошибки. Ты должен его поблагодарить. Потому что кто скажет, что ты их допускаешь, если не он? Задумывался, задумывается. Да. И всё-таки поблагодари своего противника. Возьми ему руку. За урок, который был тебе преподнесён во время этой игры. Ты увидел свои недостатки, свои ошибки. Мы же, ребятки, с вами анализируем, почему проигрыш был. Почему ты здесь пошёл так? А что нужно было? А нужно было вот так. Ага, ты сделаешь выводы? То есть ты учишься. Здесь ты тоже учился. Учился на ошибках, которые показал тебе твой противник. Мы как раз в эти дни собрались в студии, в эти дни, когда начинается учебный год. И вы знаете, что мне хочется пожелать, дорогие родители, ученики, такие слова сказать. Если вы есть, будьте первыми. Кем бы вы ни были, из книг настоящими книгами, из песен настоящими песнями. Песенными будьте, как моря. Лучше второго художника, первый маляр. А что же тогда окажется, если все будут первыми? А кто пойдёт в замыкающие? А вы их не слушайте. Вы их сдуйте, как пену. Попробуйте горечь зелёных побегов. И как неизбежное, звоните себе на плечи ношу первым. Первым трудней и легче. Друзья, на этом всё. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с преподавателем Объединения шахматы Дворца детского творчества Владимиром Ивановым. Владимир Александрович, большое спасибо, что согласились прийти. Друзья, играйте в шахматы.